Я живу ближе всех здесь. Набережная 5. 1. 1. 2. 3. 6. 7. 8. 9. 10. Она досчитает до 12 и упрется в левый берег реки Донгус. От него до крыльца сегодня не полных 6 метров. Расстояние сокращается каждый год. Помогают родники и талые воды. Причем на сближение овраг пошел не вчера. Проблема не новая. Мы с 99-го года это все бьем. И оно все рушит. А вот этот язык вообще ухнул на части. Свой большой и крутой характер маленькая речушка Донгус показала пару лет назад. Тогда половодие едва не обернулось трагедией. Овраг чуть не затянуло целую улицу. За прошлый год сильная вода была весной. И что рушило? Скажите, какой объем? Ну, прям 4-5 метров только так отваливались куски глыбы. Поток воды падал, волна туда шла, на тот берег. Было страшно, конечно. По-настоящему страшно стало всему поселку. Местные жители, к кому только не обращались с просьбой. Или заняться основательным укреплением подбижного берега. Или расселить улицу Набережная, к которой так стремительно приближается овраг. Разработкой проекта клятвенно обещали заняться. А совсем недавно берег припорошили глиной, бутом и строительным мусором. Местные жители в недоумении. Неужели это и есть их спасение? Вот тут свои краном спускали какие-то там вот это вот. И все, просто их вот так вот спустили, сверху засыпали и все на этом. В ситуацию не в первый раз пробуют вмешаться добровольцы Народного фронта. Вот и сегодня они снова прибыли в экспериментальный, пригласив туда же представителей прокуратуры, районной администрации. Однако за всех приглашенных ответ держать пришлось главе поселкового сельсовета. Вы видите, это примитивные меры, которые мы своими силами отсыпали. То есть самые злободневные места отсыпали грунтом. Под ними находятся опоры, блоки железнобетонные для того, чтобы удержать грунт, удержать берег. Скажите, пожалуйста, вы это сами придумали? Либо есть какой-то проект, либо есть какое-то экспертное заключение, что вот железобетонные какие-то там остатки и земляные кучи укрепят берег? Или это кто-то сказал? Ну, это примитивная мера. Ну, она как-то кем-то согласована, кем-то утверждена? Это от безвыходности того, что нам нужно какие-то меры предпринять, потому что берег рушится? Иными словами, укрепляли как могли, чем Бог послал. Насколько эффективной будет такая мера, покажет весна 2019-го. Только жители экспериментального совсем не хотят экспериментировать со своими жильем, хозяйством, жизнью. К счастью, не хотят этого и власти Оренбургского района. Проект укрепления берега сейчас действительно разрабатывается, но на его рождение потребуется немало времени и денег. 3 миллиона 100, если это выйдет такая цифра, будет стоить разработка проекта и выработка проектного решения. То есть окончательная стоимость будет именно после завершения проектных работ. На сегодняшний день она пока не определена. Здесь цифры варьируются от 60 до 150 миллионов. Все в зависимости от вариантов укрепления берега. Рассчитываем, что к весне следующего года мы выйдем с готовым проектным решением. И обратимся за помощью в правительство для финансирования. Но жителям улицы Набережная, которые так давно ждут перемен, все тяжелее верить в новые сдвинутые сроки. Постояльцы семи домов, к которым Рикадонгус так настойчиво подбирается, полагают, что куда дешевле и логичнее будет не тягаться со стихией, а переселить их подальше от обрыва. Была изначально договоренность для того, чтобы определить эффективность, то ли предоставить людям возможность расселиться в другое безопасное место, либо сделать берегу укрепления. Но по той информации, которая у нас была, берегу укрепления стоит не одну сотню миллионов. Поэтому чисто математически и прагматично, если смотреть на все это, то гораздо дешевле было бы людям предоставить возможность расселиться и снять этот вопрос в повестке дня. Только прежде, чем вести речь о переселении, нужен вердикт специальной комиссии, которая не признает эту зону оползневой и не считает этот курмыш непригодным для жизни, даже после обрушений 2016-го. Мы просим хотя бы наш дом переселить, потому что мы как сидели на пороховой бочке, мы так и сидим. Или они ждут, когда беда будет, тогда они и деньги все найдут. Екатерина Киселева, Станислав Доминов. Наше время.